Зимние морозы вечером превращают дорогу в каток и автомобили один за другим идут в разнос. Так на Седанкинском перевале собралось массовое ДТП. Скользкий накат на дороге в вечернее время уже привычное дорожное покрытие. И многие автолюбители уже знают, что в это время лучше на дороге не высовываться. Остальные испытывают немалый стресс, но стараются держаться уверенно. Скользкая дорога обнуляет весь водительский стаж за одно мгновение. И даже самые опытные водители часто не могут избежать столкновения из-за скользкой дороги. ДТП на трассе разрослось из маленькой аварии в массовую за считанные секунды. Ехал я посередине 80 км в час. Меня обогнал Прада. Ударяется в правое ограждение, отскакивает и мне в правую бочину. Корола спасена. Ну я не виновен, потому что он отскочил и меня повредил в машину. Потом отскочил он и еще в ограждение ударился. То есть он себе повредил две стороны. То есть как мячик? Да, а скользко. А я у него спрашиваю, почему ты тормозил? Впереди машина у меня начала тормозить, я начал тормозить. Прадик кидала как маленький мяч от ограждения к ограждению. Пропахав мордой лейра и задний кузов королки, джипу все-таки удалось остановиться. Чуть в стороне остановилась корола. Долго крузаку скучать в одиночестве не пришлось. Скользкий спуск одолеть смогли немногие авторюбители. В крузак прилетает уже следующая машина и так восемь раз. Собрался паровозик, вместе с ним и пробка. Чуть позже автомобилисты ввиду незначительных повреждений разошлись по Европротоколу и покинули место аварии. На месте остались самые поврежденные машины для оформления по ГАИ. Пока все оформляется, к аварии успел присоединиться еще один участник на мощном сурфе. Все говорит о том, что в этом месте вероятность ежедневной сборки паровозиков почти стопроцентная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok